В результате прошлогодней засухи крестьяне потеряли урожай, который выращивали с особой заботой. Стоит отметить, что значительная часть воды для орошения полей в Жамбулской области поступает из Киргизии. Однако объема воды оказалось меньше, нежели в предыдущие годы. Объяснялось это погодными условиями, ледниками, которые не тают, и плохой наполняемостью водохранилища. Как обстоят дела с водоснабжением региона в этом году? Съемочная группа нашего канала пообщалась с специалистами и выяснила ответ на этот вопрос. Жамбулская область в географическом отношении в основном равнинная. По своей направленности она считается индустриально-аграрной. Области принадлежит стратегическая роль в аграрном секторе страны. Есть план по подаче воды на 90 тысяч гектаров земли. В этом году мы не ожидаем дефицита поливной воды. Отмечу, что с некоторыми хозяйствами Казвадхоз не заключил соглашение из-за состояния каналов. В регионе 181 тысяча гектаров орошаемых земель. В прошлом году поливом было охвачено 102 тысячи гектаров. В этом году запланировано орошение 90 тысяч гектаров. А чтобы эти 90 тысяч не испытывали дефицита воды, учреждение заключает соответствующие соглашения. В настоящее время в регионе начался вегетационный период. По словам специалиста, заключено 1117 договоров, в результате чего вода будет поступать на поля. Тем не менее, в сфере водного хозяйства есть и другие важные вопросы. Зима была суровой и с осадками. Причиной этому является климат нашего региона. Никаких неожиданностей быть не должно. Приверяется состояние водохранилищ, построенных в середине прошлого века. Вода должна подаваться на поля. Стоит отметить, что обеспечение региона поливной водой будет осуществляться по прошлогоднему тарифу. Стоимость одного куба воды составляет 1 тенге 5 теннов.